Товарищ инспектор, вы не будете, да, меры принимать? В ГУВД, да, звони. Все вопросы задавайте за присутствие ГУВД, я вам сказал. Куда? Да, присутствие ГУВД, маску одни. Да, хорошо, сейчас мы позвоним. Нет, ваш издавод будет записан. Через нее. Ну, единственное, что я думаю, без видео попробую. Зернула в следующий минуту. Потому что там в ГУВД, они должны были в нее документы. Наш випосток он пройдет. Он еще, конечно, пришел. А ему уже просили в нее документы. В общем, какая-то загвоздка. Хотя, с другой стороны, что-то так будет. Вы сказали, что это не очень. Правильно. Поэтому, я думаю, может, видео не давать. И так далее, скажем, какие у меня. Ну, да, да. Ну, хорошо, сейчас, кстати. Говорю, можно в Турсан. Дежурный, у Садыничев. Здравствуйте. Подскажите, это пресс-служба, да? Да, слушаем. Это МВД России, правильно? Да. Подскажите, вот я хочу узнать. Вот я вот дня три назад выявил нарушение пресс-сотрудников ДПС, да? А они зачем-то говорят, чтобы обращались в пресс-службу ГУВД. Обязательно надо, если когда выявляешь какое-нибудь нарушение, нужно обращаться в пресс-службу? Причем здесь пресс-служба? Вы можете обратиться, если считаете, что отношения у вас какие-то противоправные действия были совершены, обращайтесь по территориальности в ближайший отдел полиции с заявлением. Нет, ну там просто было нарушение ПДД, и сотрудники ДПС стояли рядом. Вот, я подошел к ним, обратился. Они говорят, все вопросы в пресс-службу. В отдел полиции обратитесь, пожалуйста. Ну, это не обязательно, да, обращаться в пресс-службу? Что еще раз? Это не обязательно, да, обращаться в пресс-службу? Ну, прокомпультируйтесь в ближайшем отделе полиции. Ну, вы в пресс-службу позвонили, мы заявление не принимаем. Я понял. Спасибо, до свидания. Ну, пожалуйста, до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok